Привет дорогие друзья! Сегодня у меня уже идет подготовка полным ходом к годованию моего маленького сыночка. У нас через несколько дней годик будем отмечать, поэтому я начала с леденцов, которые могут довольно долго простоять и подождать нашего годика. Рецепт таких леденцов очень самый простой, я вообще не знаю где может быть проще. Я взяла 70 грамм водички, туда же добавила 220 грамм сахара и сюда же добавила 100 грамм патоки. Можно использовать глюкозный сироп и в принципе можно использовать инвертный сироп, если такой у вас есть или вы готовите. Также будем использовать 1,4 чайной ложки лимонной кислоты, но ее мы добавим уже в самом конце. Мы смешали сахар, воду и патоку, поставили на огонь, довели до кипения и варим эту смесь. Доварить нам ее нужно до температуры 140 градусов. Приблизительно это 6-8 минут на среднем огне. Также пробуйте, если у вас нет термометра на твердой шарике, после этого проварите еще некоторое время. Но не желательно, чтобы ваша смесь начала темнеть, ну либо желтеть, потому что вы не добьетесь ненужного цвета красителем и соответственно будет приобретаться карамельный привкус, который нам не нужен в наших леденцах. Если вы хотите добавить какой-то вкус леденца, можно добавить ароматизатор, но уже на этапе, когда мы будем добавлять лимонную кислоту. То есть мы вот довели до 140 градусов, сняли с огня, добавили лимонную кислоту, быстро размешали и можно уже работать. Если мы добавим лимонную кислоту раньше, она начнет горчить при такой большой температуре, она как бы, ну вот начнет горчить, если долго там будет. Я добавляю небольшую капельку, здесь у меня топ декор, если я не ошибаюсь, гелевый краситель русский. Совсем маленькую капельку добавила и размешиваю свою смесь. Размешиваю до того момента, пока у меня не уйдут все пузыри, для того, чтобы мои леденцы были как можно более прозрачными. Вы видите, уходят пузыри, которые у нас сверху были и становится гладкая такая красивая смесь. Как говорится, первый блин комом, вот у меня немножечко кривой такой получился леденец, но я его с удовольствием потом скушаю. И вот так вот выливаю ложечкой, кругляшки такие. Я выливаю на силиконовый коврик, обязательно под него подложила деревянную такую подставку, для того, чтобы не портить стол. Все равно, как бы, температуру он проводит. Но плюс этого коврика, он не деформируется, потому что есть такие коврики, которые ты выливаешь на них карамель, и они начинают увеличиваться в размере и расширяются. И ваши конфеты могут стать горбатыми. Поэтому обратите на это внимание, как ваш коврик ведет себя при температуре. Заметьте, я шпажку не просто туда вставляю, а я ее как бы вкручиваю. Для следующего оттенка я добавила еще капельку красителя. Здесь у меня уже Америкалор, Роял Блю, если я не ошибаюсь. И уже буду отсаживать более темные кружочки, конфетки, леденцы, кому как больше нравится. Я буду сделать здесь четыре оттенка, последние два уже не так сильно отличаются между собой, но все же хочу сделать кое-какой градиент. И вкручиваю шпажку. Некоторые могут потом приклеивать шпажку отдельно на конфетку. То есть я видела, когда выливают вот такие вот леденцы на коврик для макарон, чтобы они были одинакового размера. И потом просто отдельно на карамель приклеивают шпажку. Тоже возможно. Кому как удобно. Это уже мой самый темный оттенок, вот такой. Здесь я уже добавляла наш краситель украинский, тут покупаю в кондитерском магазине. Ель, даже не ель, а пастообразный такой, вы видите, самый темный. И вот первые леденцы у меня уже остыли, другие еще теплые, они еще как бы гнутся, а эти уже остыли самые первые. Вот такие вот прозрачные, небесные, я бы сказала, даже как морская волна. Вы видите, замечательно отходят они от силиконового коврика, абсолютно не липкие, красивые, бесподобные и очень вкусные. Я даже успела пару штук заточить, пока упаковывала. Те, что мне не понравились по своему внешнему виду, были уничтожены сразу же. Вот такие вот они все прозрачные, вы видите, отходят замечательно. Вот такие вот у них оттенки, ровненькие, все красивые. В принципе, если не так торопиться, так как я, то можно еще постараться и сделать их еще более интересными. У меня это было уже 12 часов ночи, я их так оставила, а утром занялась их упаковкой. Есть несколько вариантов их упаковать. Можно их вообще не упаковывать, можно взять такие пакетики для пряников, я буду упаковывать их в саду. У меня такая вот суда в рулоне. Если я не ошибаюсь, здесь у меня рулон шириной то ли 50, то ли 60 сантиметров, честное слово, не помню. Я взяла, разрезала где-то сантиметров 15 шириной слюду, разрезала ее еще напополам, для того, чтобы была она там покороче. И вот так вот буду обворачивать вокруг свой леденец. Для того, чтобы он был красивый, делаю такую вот красивую жаточку. Собираю остатки слюды, которые вокруг, и буду красиво завязывать. Обычной ледочкой, атласной, на бантик. Все очень-очень просто. Я думаю, этот рецепт один из самых простых. Вы можете обязательно его попробовать и увидеть. С это корису получается довольно большая порция. Я думаю, и вашим деткам понравится. Это более натуральные леденцы, чем те, которые вы получите в магазине. Если вам понравился мой рецепт, обязательно ставьте пальчики вверх. Я надеюсь, что вам было полезно в моем виде. У меня получились вот такие вот красивые леденцы. Ровненькие, прозрачные, замечательные. И вот в субботу мы их уже будем пробовать. Так что уйдут они все гостям. Спасибо большое, что были со мной. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.